Приветища! Сегодня у нас с тобой мобильненькая игруха Dark Riddle 2 Story Mode. То есть, если мы играли в первую часть, там был открытый мир и нам нужно было проникнуть в дом соседа, куда-нибудь ещё, то в Story Mode нам нужно выполнять миссии. Например, сегодня мы выполним 5 миссий в городской истории. Погнали! Мистер Брэнси Мадам Агата Полисмен Питер Мэри Мистер Цау И в главной роли Сосед Горбатый Сосед 2 Ну и всех показанных персонажей я помню только соседа, полисмена и мистера Цау. Остальных не видел. Нажмите кнопку, чтобы взаимодействовать. Ага, мы садимся в вагонетку. Сейчас поедем, походу, кататься по городу. А зачем? Мы только что город облетали. Вот это непонятно, конечно. Брось водяной пузырь в Брэнси. Может, начальник познакомимся? Эээ, прикольно. Ты разозлил одного из соседей. Разозли их всех. Нифига себе, так окажется, это все... Это соседи? Мэри, лови! Чёрт, как тяжело целиться на мобильном устройстве. Ужас! В общем, ама-ма-дама-гата, ама-ма-дама. Лови пузырище. Парочку раз попал ей в её старенькую прическу. Чё у нас кто следующий? Полисмен! О, может меня арестовать, но нет! Смотри, ему пофиг, я в него кидаю, ему пофиг. Питер, лови тоже, отбивай своей лопатой. Ха, прикольно. Короче, моя задача разозлить всех соседей на этом районе. Господи, я же буду потом изгоем. Мистер Цау, здорово, лови пузырь. Да, я попал, попал в него. И, по-моему, сосед ещё остался. Соседушка, горбатый ты мой дружище. Как он орёт. Он кричит лучше всех. По нему приятнее попадать мячиками. Мистер Брэнси, лови снова. Только высох и опять намок. Бедненький Брэнси. А, ага-та! Блин, знаешь, кого я Мэри пропустил? Мэри. Ну ладно, не страшно. Кто у нас следующий? Полисмен, лови! Где твой пистолет? Чё, всё, что ли? Так, так, так. Что происходит? Мы подкатываемся к соседу. К главному соседу. Оу! Прямо в лицо. И он ошарашен. Оглушён и беспомощен. Чёрт, мы его очень сильно доконали. Он взбесился. Победа! Три звезды и три зеблок я получаю за первую историю. Идём смотреть следующую. Что ж будет дальше? Ах, негодяй. Он подкидывает мне какие-то коробки. Он подтащил коробки к моему дому. Зачем? Опачки. Хм. Странно. Чё за коробки такие? Откуда они тут взялись? Доставить посылку Брэнси. Я, походу, хотел печенье развозить, но... Теперь буду развозить коробки. Смотри, на коробках есть значки. Типа от соседа Брэнси и от соседа ЦАУ. Ну, давай заберём их, пойдём доставим. Может, полицмену отдать их? Нет, конечно, не буду я отдавать. Я всё-таки порядочный почтальон. Жёны, кроссовки, все углы собрал. Ну, что такое? Держите, тут посылка от соседа. Доставить посылку ЦАУ. Ну, хорошо, сейчас доставим. Эх, давненько я не играл на мобилке. Своими жирненькими пальчиками. Поэтому не удивляйся на моё корявое управление и не обзывайся, если чё. Я редко играю. ЦАУ. Да, привет. Вот тебе посылочка, тоже от соседа. Он просил передать тебе лично в руки. Держи. О, боже. Что, нет интернета? Это печально, конечно. На самом интересном месте вылезла эта фигня. Ну, ЦАУ, конечно, отхватил нормально так от этого краба. Или рака, или не знаю, кто это такой. Но вроде он живой. Чё дальше делаем? Возьми посылку у Питера. Питер! Паркер! Нет, он с усами и с лопатой. Это точно не Паркер. Где у нас Питер-то, ё-моё? Налево. Пойдём. Питера найдём, да? Вон он! Питер, ты чё, сдурел, что ли? Слазни с крыши, чё ты туда залез? Там опасно. Упадёшь, и лопата тебе воткнётся в шею. Так. А нафига ты посылку ещё туда затарил? Надо её как-то достать. Пойдём за ящиками. Я помню, тут были ящики вон возле полисмена. Мистер полис... Так, надо аккуратно. Он даже, по-моему, не чухнул, что это мы его тогда шариками поливали. А, это уже другой день. Это уже другая миссия, блин. Так, так, так. Значит, ящик мы схватили. Сейчас потащим к дому Питера. И залезем за подарочком. Опа-на. Прыкскок. Дай подарок мне, Питер. А какой чёрт ты его сюда затащил? Возьми посылку у Агаты. Чё, я у Гаты забрать? У Гата. Агата, у Агата. Агата, я бегу к тебе, бабуля. Кошатница. Сразу видно, кошка обожает. А вот, кстати, подарок, походу, да? Можно я у тебя подарочек свистну? Возьми посылку у Брэнси. Ух ты, смотри, какой котёнок прикольный. Необычного цвета такой. Редкий. Эпичный, видимо. Ладно. Пойдём теперь у Брэнси забирать. А в смысле у Брэнси? Мы же ему только доставили. Зачем у него посылку забирать, а? Интересный, кстати, дедок. Ну ладно. Видимо, дед чухнул подкинуть три посылки соседу в ванну. А, походу, все соседи чухнули, что эти посылки от соседа, и желательно их не открывать. У Брэнси тут столько всего навалено. Очень харизматичный дедуля. Смотри, у него чемоданы на горбу, всякие скворечники, телевизоры, игровые автоматы с маньяками. Да, прикольно. Ладно, пойдём к соседу. Значит, нам эти коробки нужно закинуть в ванну. Что ж такое-то? Я очень-очень глупо выгляжу, когда играю с мобильного телефона. Так что не смейся надо мной. Я слышу, что сосед моется. А-а-а, смотри. Он даже не слышал, что я дверь открыл. Кидаем, значит, посылочку. Одна есть. А давай посмотрим, как моется сосед. В розовой шапочке. Волосики боится намочить. Ладно, докидываем все посылки. У нас время всё-таки идёт. О. А-а-а. На свои же грабли напоролся. Вот он сейчас отхватит от них. Правда, я одну звезду заработал всего. Но зато знатненько соседу насолил. Чё у нас третья миссия сейчас начинается? Проникни на территорию своего соседа. А, это мой сосед. Ну ясно. А те соседи не мои. Короче, сосед забаррикадировался. Но его это не спасёт. Я внутри. Проникни на задний двор своего соседа. Ну хорошо, пойдём здесь. Мы знаем, что через крышу никак. А вот тут, походу, можно как-то обойти. Хотя тут завалено всё. Капец. Машины. Барахла навалом. Сосед идёт. Опа, нас палили. Ловушечка. Надеюсь, она на соседа сработает. Не только ж на меня будет работать. Да! Враг парализован. Надеюсь, секунд валим. Валим, бежим отсюда. Фух. Пронесло. Это чё такое? Посмотри в бинокль. А чё это за пушка такая? Откуда она здесь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, это очень опасная пушка. А вон, кстати, бинокль. Там смотровая вышка, и нам нужно туда. Бежим скорее. Скорее бежим. Оп. Нифига себе. Мимо моей левой пяточки пролетел снаряд. Походу, это пушка здоровая. Она может заморозить. А, нет. Только не упасть даже. М-м-м, да. Мои пальчики. Пальчики жирненькие. Давайте, не подводите меня. Нам нужно грамотно подняться. Так. Так-так-так. Всё, я наверху. Я наверху. Я здесь. Корявенько, но залез. Вот он, фонарик. А, фонарик. Бинокль. Давай посмотрим. О, два соседа. Он из другого достал этого краба. Давай, пусть это будут крабы. Чё он задумал? Ах, он маньячелла-то, а. А тот сосед был настоящий или клоново? Или что? Диск. Понятно. Возьми диск. Ага. Спецоперация вытащить незаметный диск. Начинается. Погнали. О, ты глянь. У соседа кошка есть. Он любит кошек? Странно. Я что-то это раньше не замечал. Хорошо. Продолжаем проникать в дом. Закрыто. Нам нужно достать диск. Кстати, насчёт второго соседа. Это был его клон, интересно, или робот? Там такие зелёные рёбра были. Наверное, это робот. Давай в ванне заглядь. А, в ванне закрыто. Нам нужно вот сюда. По крайней мере, здесь нам показывали, что есть диск. Да, это комната наблюдения. Хва... Ого. Нифига себе. А за кем он следит? Это что за место такое? Ладно. Берём диск. Отнести диск к телевизионщикам. Окей. А где эти телевизионщики находятся, я вообще не знаю. Давай через парадку выйдем и всё. А, не так-то всё просто. Заперто. Значит, выходим так же, как пришли сюда. Чёрт. Все углы собирали. Ну, как так можно вообще ходить? Тут заперто. Надо записаться на курсы по игре на мобильном устройстве. Ну, на планшете-то ещё ладно. А вот на телефоне маленьком, это вообще капец. К тому же на кнопочном. О, 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 о. Так, бежим. Забыл. Я забыл про эту пушку, которая может заледенеть. Сосед тут до сих пор стоит. Чёрт, он побежал за мной. Так, куда пойдём? Куда? Давай туда. Бежим. Главное, чтобы нас не поймали. Пушка по нему, интересно, стрельнет ли она в своих не стреляет? О! Враг заморожен на 4 секунд. Отлично. Я, конечно, хотел посмотреть, как пушка в нём пульнёт. Но так тоже пойдёт. Обходим всё. Ага. Играя как дед. Дед, пердед. Всё, мы выбрались. Мы выбрались. Полизмэ. А, вот. Вот эта вот машинка, скорее всего, телевизионщики. Надо скинуть им. Ловите диск, крутой. Важные новости. Нифига себе. Что сосед делает соседом? Ха-ха-ха-ха. Я раскрыл твою тайну. Да что? Опять на самом интересном месте. Ну ты сдолбал. Нет интернета. Один раз написал. Хватит уже. Да, у соседа сильно подпекло. Две звезды получил. Неплохо. Давай посмотрим, что дальше. Смотри-ка. Сосед в голыбе льда. Что бы это могло значить? Поп-поп-поп. Я от кого-то бегу. Детишкин корень. Он отправил на меня армию крабов. Все, мне хана. Я так полагаю, что это крабы-роботы. Коповская тачка. Да ладно, я свистнул коповскую тачку. Сейчас будут гонки. Ай-яй-яй. Аза-за. Погнали. Вперед. Нажимай на стрелки, чтобы управлять. Хорошо. Избегай коробок, чтобы не потерять здоровье. Окай. Я понял. Все, мчим. Нифига себе, она Дрифтун. Это тачка полисмана. Надеюсь, он не сильно на меня обидится. То, что я свистнул ее у него. У меня прав-то даже нет. Во-во-во, крабики. Мне надо их давить. Один есть. Мне вообще 35 крабов надо задавить. Пятерочка есть. Объезжаем коробки. Ах уж эти наглые крабы. Сейчас я буду вас давить. А, коробка. Объезжаем. Ну что, опять над самым интересом, как обычно. Достала власть эта штука. Так, едем дальше. Я пропустил, правда, предыдущий. Черт, меня затормозило. Я пропустил достаточно много крабиков там. Но не страшно, ты посмотри, сколько впереди бежит. Главное мне здесь не развалить тачку коповскую. Коробки. Объезжаем. Крабики-то умные. Тоже объезжают коробки. Знают, что больно будет, если влетят. Черт, опять затормозило. Кстати, бегают они довольно быстро. Ай-яй-яй. Ау. Если бегаете к коробке. Да я понял, у меня 4 жизни. Было 5. Значит, если я врежаюсь в коробку, у меня одна жизнь отнимается. Врежаюсь. Прямо врежаюсь-нарежаюсь. Сколько я задавил-то уже? 23. Осталось еще. Десяток. Вот сейчас будет десяток. Еще одного задавил. Блин, надо было справа. Ааа, все профукал вообще. Все, 26. Еще чуть-чуть осталось. Давай. Нагоняй его. Странно, конечно. Я думал, что крабы будут за мной гоняться. А не я за ними. Но они, видимо, не думали, что я сяду в тачку. Фух, увернулся. Все, последний краб и все. Ааа, выкусил. Выкусил зосядушка. Всех крабов его размозжил. Три звезды. Это круто. И что, последняя миссия вроде бы должна быть. Уже 5 миссий мы сделали. И чем же закончится пятая? Финальная. У соседов был потоп, но он его устранил. Найти кусачки в доме соседа. Ммм, ну ок. Где бы он только мог спрятать эти кусачки? Ладно, значит, идем внутрь. Надеюсь, его дома нет. Иначе он сделает нам а-та-та. Мы же все-таки незаконно проникаем в его дом. Ладно, пойдем сюда. Но ванной точно нет. Пойдем сразу на второй этаж. Тут у нас на первом этаже ванна и кухня. Так, здесь открыто? Ага. Но тут пусто. Это у нас лоджия. Или терраса. Кошечка до сих пор здесь сидит. О, здесь нету замка. Но там пусто. Пусто тенечко. В библиотеке тоже не шиша. Вижу надпись полисмана. Он там на улице бродит. В кабинете соседа есть разломная игруха. И, в принципе, больше ничего. Пашпи. Скукота. Куда кусачки сосед задел, а? Задел, положил. Что здесь? А, ву, кусачки. Это же они? Ну да. Берем. Попробуй сломать блок управления пожаротушения. А, я, кажется, понял. Нам нужно наводнение устроить в его доме. Он только что починил его пожаротушения. А нам нужно сломать. Ну хорошо. Пойдем. Кстати, а где сосед? А он на улице где-то бродит. По карте показано. Лом давай возьмем. Что он тут валяется? А, подожди. Ну, да. Фиг с ним, с этим ломом. Катана. Катана, как я ее раньше-то не замечал. Прикольная катана. Можно что-нибудь разрубить? Ты е... Ой. Замакнулся, и окно разбил. Черт, сейчас сосед прибежит. Надо кусачками перекусывать. Устрой каток на кухне. Все, я перекусил, но сосед здесь, и он меня поймал. 30 яблок, что, зря зарабатывал. Давай, воспользуемся. Оглушил сосед на 4 секунды. Теперь бежим на кухню, потому что у нас задание было сделать каток на кухне. Вот, воды здесь навалом. И теперь нужно открыть морозилку, чтобы все заморозить. Беги домой. Блин, ну тут каток. Какой домой? Ну, ладно, я побежал. А то сосед очень расстроится, когда увидит этот каток. А может и не расстроится. Все, я дома. Сосед идет и офигевает. А, вот она. Вот она, эта картинка с загрузки. Вот что она значила. Одна звезда, но мы уделали соседа. Еще и бокс бесплатный дали. Ого. Пурпурный мечтатель. Вот такой скин для соседа у нас теперь есть. Сразу его одел. Ну что, 5 первых историй мы прошли, городских. Следующие 5 историй называется у нас корова, трактор и один большой НЛО. Если хочешь их увидеть, то не забудь поставить лайк под этим видео. Прямо сейчас вас спускайся, ставь лайк и подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего видео. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем ролике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...